Ну, Ильюшин официально был вынужден снять свои предложения о серии самолётов ИЛ-16. Несмотря на то, при всём уважении к личности, он всё время какие-то обходные пути искал. То есть, чтобы пойти просто, получить требования, выполнить конструирование, проектирование, потом построить самолёт, пройти испытания. Нет, мы так не будем делать. Мы что-нибудь построим, и вам пытаемся там справа-слева втюгать, короче. Михаил, здесь надо понимать следующее, что Ильюшин на тот момент, статус Ильюшина был, это был очень крупный авиационный конструктор. Крупный авиационный деятель. Крупный авиационный чиновник, так даже назовём, руководитель. Скажем так, чиновник – это превалирующая, судя по всему. Руководитель. Его самолёты выпускались, это массовый выпуск на трёх заводах. Десятками тысяч. Больше всего, столько, сколько выпустили ИЛ-2, не выпускали ещё никого. Он был дважды герой социалистического труда на тот момент. Извините. Там, я не знаю, две у него уже были сталинские премии или три на тот момент. Это был очень уважаемый человек. Но заметим, что он прям шёл по стопам из другого выдающегося деятеля, а именно конструктора вооружения. Мы, кстати, к нам с вами подойдём к этому. Обязательно поговорить про вооружение. Но в шпитальном, я так понимаю, к этому времени военные уже как бы уконтропупили практически. Нет, ещё нет. Но пушки его уже не принимали на вооружение из-за всех сил, насколько я понимаю. Да, старались. Просто уже там... Да, здесь уже... Ну, Илюшин прям шёл за ним прям той же дорогой. Давайте сейчас мы не будем говорить о его способностях. Мы всех заинтриговали. Мы к этим как-то вернёмся, наверное. Мы это поговорим. Но Илюшин удавалось. Многие вопросы вот пройти прям по лезвию бритвы и решить проблему. Можно сколько угодно долго там ругать его за одноместный Л-2 и так далее. Но задача постановки на вооружение современного на тот момент самолёта штурмовой авиации простого, самое главное, был простым в изготовлении. Ведь массовое производство было организовано довольно с трудом, но оно было организовано. И самолёт выпускался тысячами в сутки. К концу 1942 года это было примерно 26-28-30 самолётов в сутки выпускалось. Малоквалифицированными рабочими, с некачественными материалами, я даже не говорю авиационными материалами. И самолёт летал. Можно там ругать, говорить, плохой самолёт, летал, плохо маневренность, но он летал нормально и выполнял боевую задачу. При должной подготовке лётного состава, при должной подготовке, тактической подготовке командного состава, при должном взаимодействии с истребителями сопровождения, с наземными восками в первую очередь, результат был, и он начал потом, со временем. Но на это всё нужно, время было. Поэтому нельзя уморять. А авторитет у человека огромный был, к этому моменту. Да, безусловно. Безусловно. И он был вхож в верхний эшелон власти, что сейчас говорят. У него был административный ресурс. Ну да, глупо было бы не пользоваться этим. Его уважал Сталин. Внимательно относился к его мнению. Потому что многое из того, что он делал, в конечном итоге, выливалось, так сказать, в конкретное дело, которое оценивал Сталин. И он оценивал Ил-10, сделал, сделал. На вооружение Сталин. По лётным данным, если смотреть по бумагам, да классный самолёт. Ну, наверное, да. Так вот. Скоростной, да, там Уилл-2, там, скорый, да, у двухместного. Там 406 километров, еле-еле там дотягивали, да. Так реально, серийный 400 километров. А тут бах, так сказать, на 150 километров больше. Молодец, да молодец. Практически догоняет Фокки-Ульф. По бомбовой нагрузке пока не догоняет. Но это дело наживное. Что мы можем здесь сказать? Вот по этому периоду, собственно, послевоенному периоду, когда у нас были аэродинамические компоновочные схемы периода войны, да, то есть, как бы первого там этапа на войну, давайте так назовём, да, мы их реализация пошла. Был взят курс, в целом, на верное направление, повышение боевой эффективности за счёт повышения энерговооружённости, у Ил-10 0,32 килограмма, это лошадиных сил на килограмм, да, а у Ил-16 0,4 лошадиных сил на килограмм, повысили на 15%, на 25% повысили. Повышение предельной потяги нормальной перегрузки на 15%, да, с 2,45 единиц до 2,82. А мы с вами говорили, что если самолёт маневрировать с перегрузкой, средней перегрузкой, где-то примерно 2,4 единицы при типовых условиях обстрела, малокалиберной зенитной артиллерии, да, пока снаряд лечит в упреждённую точку встречи, вероятно, самолёт, выполняя манёвр, уходит на расстояние больше, чем размер эллипса расстрелянного снаряда, то есть вероятность практически там сводится к нулю, вероятность поражения. Собственно говоря, поэтому боевой налёт на одну боевую потерю у самолётов И-153, И-16, которые в 1942 году очень часто использовались, а И-153 там использовались просто в штурмовых частях, летали, он у них был там по 150 боевых вылетов. Ровно по этой причине, потому что они могли маневрировать с перегрузкой 2,9, 3,2. Вот отсюда это так вот он, и И-153 вообще мог вот так летать, протиснуться там между деревьями, вот так вот, как говорится, между струйками дождя. Соответственно, у них были очень широкие возможности по выбору направлению, да, тактические приёмы были разнообразные. Различные. Да, что не шаблонность действия опять снижала эффективность действия зенитной артиллерии. Но если он действует только по шаблону, то да. Если у Ил-2, у него, когда он действовал по аэродромам, они могли действовать только на предельном радиусе своего, на предельном радиусе действия. А значит, могли летать, лететь к аэродрому практически по прямой, с минимальным количеством изломов. В Индии это прекрасно знали и пользовались этим. Они просто, авиационная разведка, они отслеживали базирование нашей авиации, и у себя на картах интересовали возможные направления полёта наших штурмовиков. И на этих направлениях базировали аэродромы засады. Наши летят один раз, полетели. Да, просто зенитную артиллерию. Полетели второй раз, примерно по этому же маршруту. Их уже сбивают группой. Первая группа пролетела нормально, вторая летит, уже не вернулась. Поэтому вопросы мобильности, о которых мы говорим, показатели, это дальность полёта и радиус действия, он являлся важным. То есть, к успеху это направление, повышение, попытка повышения боевой эффективности, за счёт повышения только энерговооружённости, он, к сожалению, не дал. Поскольку он сопровождался уменьшением относительных весов целевой нагрузки полётного веса, к сожалению. Здесь следует сказать, что вес брони... 200 килограмм – это просто именно какой? 153? 400, ну да, 573. Это было даже немножко и больше. Другое дело то, что можно было бы этот вес брони отдать на боевую нагрузку. Эффективность бы повысилась. Но на тот момент понятие боевой эффективности, надо сказать, было у всех довольно смутное. И поэтому пытались брать отдельные группы показателей, свойств боевых, свойств самолёта, их улучшить. А надо смотреть, конечно же, в комплексе. Только тогда будет эффект. Но на тот момент ещё теория боевой эффективности не была создана. Она появилась только в 1956 году, первая модель. Мы потом как-нибудь обязательно про это поговорим. Поскольку это важный момент для понимания. Мы вот много говорим, мы вместе с вами беседуем во всех лекциях. Бывая эффективность, бывая эффективность. Аж уже такой бывая эффективность. Иногда смотришь на дискуссию, либо по телевидению, либо в печатных каких-то изданиях, либо в интернете. Иногда бывает время, посмотришь, там дискуссия идёт, этот лучше самолёт, этот худший, там боевая эффективность выше. А здесь понимаешь, что те люди, которые участвуют в дискуссии, у них в голове просто видно своё понимание. Вообще сейчас все знают, у всех своё понимание в голове. Более того, начинают говорить о боевой эффективности самолёта, а буквально читаешь через 10 строк или больше, речь идёт уже о боевой эффективности авиации в целом. Хотя начало о самолёте и дальше опять к самолёту. Ну, вот здесь вот для того, чтобы можно было дискутировать о чём-то или нужно, или сравнивать какие-то самолёты, необходимо, чтобы модель-то была одна, одинаковая. Потому что, если мы берём, например, наши штурмовики, для нас тактическая обстановка была иной. Как тактическая обстановка как наземная, так и воздушная. Она была иной, нежели чем для немецких самолётов-штурмовиков. Абсолютно. Поэтому сравнение вот такое голое, оно не идёт. Лётчики были разные, тоже не идёт. Если мы говорим о самолёте, да, если вот мы говорим, начинаем сравнивать там лётную подготовку и так далее, и тому подобное, мы говорим уже о боевой эффективности авиации. Давайте будем говорить так, о группировках там и так далее. Там уже немножко другие критерии. Об организации. Конечно. Конечно. Итак, то есть мы говорим, мы с вами первый этап. Собственно, сразу после войны, 45-46 год. Попытка создать самолёты штурмовой авиации более современные, с лучшими лётными и боевыми качествами, используя наработки предвоенные и военные, они успехом не увенчались. Ни один из самолётов не был доведен до, даже для, до государственных испытаний. К концу 46-го года, примерно где-то к августу, к июлю-августу, да, не к концу 46-го года, а к июлю-августу 46-го года, ВВС уже обобщили опыт боевого применения авиации на Великой Отечественной войне. И уже пришли к пониманию, а что же всё-таки действительно хотелось, что же действительно нужно для обеспечения эффективной авиационной поддержки войск. Значит, были сформулированы требования. Ну, во-первых, это был штурмовик с поршневым двигателем и штурмовик с турбовинтовым двигателем. Но поскольку и в 46-м году у МАПа не было никаких перспектив в 47-м на 47-й год в получении хотя бы как-то доведенных турбовинтовых двигателей, то МАП категорически отклонил предложение ВВС в план заявку, включение в план заявку ВВС штурмовика с турбовинтовым двигателем. Поэтому мы остались опять же на уровне поршневого двигателя. Какие основные требования были? Первый. Обзор лётчику не менее 27 градусов. Вперёд-вниз. Отличный обзор обеспечивает своевременный поиск, опознавание целей на поле боя в условиях маскировки целей, в условиях запылённости, вздымлённости и так далее. Здесь нужно сказать, что танк в хорошую ясную погоду обнаруживается, не замаскированный танком, обнаруживается на дальностях порядка 3-3,5 километра. До некоторых лётчиков до 4 километров. В условиях уже пересечённой местности и поле боя, вздымлённость там, запылённость там и условиях маскировки, то это менее 3 километров. Обычно в расчётах по этому принимается дальность обнаружения примерно 2,2-2,6 километров. На всех расчётах. Я, во всяком случае, в расчётах примерно вот эти. Если взять высоту полёта, наклонную дальность, ну вот мы с вами получаем там максимальную высоту полёта и что мы можем, на каких дальностях обнаруживать цель. Лётчик должен обнаружить цель, опознать её как своё, вернее как чужую цель, что это цель, что ровно это та цель, которую необходимо поразить. Лётные данные должны обеспечить энергичное маневрение и вывод самолёта на линию боевого пути и дальнейшем применение, эффективное применение оружия. Поскольку это по опыту войны на поле боя очень много целей. Свыше 50% целей. Это малоразмерные цели. И поэтому трудные для поражения. Поэтому было требование, что самолёт должен иметь возможность пикировать под углами 50-60 градусов. И штурмовик должен иметь возможность применять всё вооружение с пикированием. При этом скорость на пикировании, средняя скорость на пикировании должна была превышать 450-500 километров. Это максимум, что было реально 400 километров. Это вот так. Скорость примерно какая-то. А это предопределяло тормозные... Применение тормозных... Воздушных тормозов, короче. Да, тормозных существ, воздушных тормозов. Скорость у Земли была понижена до 600 километров в час. Но вот дальность полёта была увеличена против предыдущих тормозов 45-46 года вдвое до 2000 километров. Для чего это? Да, значит, стрелковое пушечное вооружение. Шесть пушек 23 миллиметра. Это один вариант. Это неподвижные шесть пушек. Либо вариант. Одна пушка калибра 45-57 миллиметров и две пушки 23 миллиметра. Либо это подвижная пушечная установка из батареи четырёх пушек. Но здесь подвижные пушки. Здесь имеется подвижная установка. Это синхронная. Которая отклоняется с полётом самолёта и фиксирует точку прицеля на цели в ходе полёта. Это те работы, которые ещё начинались у нас в 1940-м году. В 1941 году. Это уже русский венимир. Сначала это был на Як-2. Потом уже на Пе-2 в ходе войны. На А-20 вставили такую же систему. Здесь то же самое. Бомба вооружения 600 килограмм нормальная. И 1000 килограмм перегрузку. Ракетное вооружение. Оно осталось таким же. 6,8 ракетных орудий калибра 130 за миллиметр. А бронительное вооружение. Это верхняя и нижняя установка необходимости. Калибра 20 метров не ниже. То есть полностью перешли. Здесь можно сказать, что о пулемётном вооружении. В 1946 году речи на самолёте штурмовой авиации не велось вообще. Основной калибр 23 миллиметра. Дополнительный калибр 45-57. То есть основной калибр 23 миллиметра. Он универсальный калибр. Поражает большинство целей. За исключением только бронированных целей. Но для этого было бомбовое вооружение. Ракетное оружие. И вот это дополнительное калибр 45 или 57 миллиметров. С-10, да, которые делали пушки. С-10, там много было. Целое, так сказать. Там уже ни один Грабин их делал. Ни один Нобельман их делал. Шпитальный тоже этим занимался. Теперь давайте остановимся на дальности. Зачем она такая нужна была, да? Да. То есть вот смотрите. У нас боевая мощь практически по сравнению с предыдущим тактико-техническим требованием, она практически не увеличилась. Скоростные данные летные мы даже их снизили немножко. Но зато увеличили дальность 2000 километров. Для чего это нужно было? К этому моменту, вот после, когда мы говорим, обобщили опыт боевого применения авиации. Но это здесь был вообще обобщен боевый опыт применения вооруженных сил в целом. Наземных войск в том числе. И стало понятно, одна из основных причин снижения темпов продвижения наших танковых, подвижных групп фронта и танковых армий в отрыве от основных сил, когда они отрывались от стороны силы, это система противотанковой обороны противника немцев и авиация противника. Как только мы отрывались на удаление там 150 километров, 160, ИЛ-2 поддерживать их, вернее там даже, что я говорю там, на удаление где-то 50-60 километров, ИЛ-2 уже не могли поддерживать их, обеспечивать огневое сопровождение, продвижение наших танковых войск. Поддержка авиационная уже выполнялась бомбардировщиками. Но наносить бомбовые удары они могли, но удаление не менее 2,5-3 километров, из-за опасности поражения своих войск. А пока наши танкисты преодолевали вот эти 2,5 километра до уже передовых частей противника, противник приходил в чувство и встречал наши танки там. Противотанковая оборона. Да, сильные противотанковые обороны, соответственно, темпы продвижения наших танков, они замедлялись, и причем резко замедлялись. А поскольку оперативная глубина проведения операции на тот момент, она определяла где-то в районе 350-400 километров, то считалось целесообразным и необходимым, чтобы авиационная поддержка обеспечивалась на всю глубину оперативное построение войск вероятного противника. Соответственно, для того, чтобы иметь радиус действия 400, там 350-400 километров, нам необходимо иметь дальность минимум 2000 километров. Этим, собственно говоря, и определялось. Считалось, что при такой дальности штурмовики будут обеспечить непрерывную поддержку на всю глубину при одном перебазировании. И то это перебазирование потребуется только к концу операции. А так они могут действовать. Соответственно, это снижались требования на аэродромное обеспечение, снижались требования на все виды материально-технического обеспечения, ну и так далее. То есть, заметно упрощалась эксплуатация, заметно упрощалась организация обеспечивающих действий и так далее. Соответственно, оперативность реагирования авиации на запросы наземных войск резко возрастала. И, соответственно, повышалась эффективность авиационной поддержки войск и результативность действий наземных войск в целом. Опыт Отечественной войны показывает, что если удары наносились на удаление полторы-две тысячи метров от передовых частей наступающих войск, то темпы продвижения войск примерно были где-то в районе 5-7 километров в сутки. Но если авиационная поддержка осуществлялась на удалении порядка 500 метров, то темпы возрастали до 15-25 километров в сутки. То есть, прорвать оборону гораздо легче было. Конечно. Собственно говоря, вот эти выводы, они легли в основу тактико-технических требований. То есть, по сути, ТТТ, если ТТТ 43-46 года, это такой слепок 44-го года, он так вот пролетел, что называется, по инерции прошли, то ТТТ 46-го года – это уже осмысленные требования с учетом того, как нужно воевать в современной войне с вероятным противником, которым уже у нас, собственно, и определился. То есть, иными словами, рост боевой эффективности штурмовой авиации достигался за счет улучшения показателей оперативности. То есть, дальность полета и время нанесения удара. Вот у ПВОшников, у ракетчиков, у них есть такое понятие – работное время комплекса. То есть, это время приведения комплекса в готовность к поражению цели от момента ее обдражения. То есть, когда он может поразить. Здесь то же самое. Время нанесения удара – это время от получения заявки и время нанесения удара. Вот это время мы должны сократить. При несколько повышенной боевой мощи, показателя боевой мощи самолета. Вот, собственно говоря, что хотели военные. Логично вполне. Ну, логично, да. Вполне логично. Правда, считал, что это не так. МАП. Да, Министерство авиационной промышленности к этому времени, где-то в марте 1646 года уже наркомат был преобразован в Министерство авиационной промышленности. Ну, собственно говоря, действительно, у МАП тогда было немного в загашнике чего. Работы по турбовинтовым двигателям только-только начинались. Вывезли немцев из Германии, которым поручили создать на базе их разработок военного периода уже турбовинтовые двигатели. Там было ТВ-022, потом 023, кажется, там, или 28, что-то так не помню. Ну, в общем, там они делали. Они начали делать с привлечением наших сотрудников. Ну, наших инженеров, конструкторов перенимали у них опыт. Но дело-то сейчас не в этом, да? Да. Дело в том, что у нас не было пока этого ничего. Только-только начиналось. Были только поршневые двигатели опытные. Есть же фактически два их осталось. Это был мотор РНИ-3, М-45-Ш, что новый вариант. Это УКБ завода 24, Самарский, который разрабатывался под руководством Флисского. Сейчас нас, короче, патриоты-то скажут. Никакой Самары тогда не было. Куйбышев был. Да, был. Закидают нас сейчас брюхой. Хорошо, пусть будет Куйбышев, да. Взлетной мощностью 3000 лошадиных сил, либо мотор М-3. У него взлетная мощность была там 3200. Булоч такой доводился у мотора М-250, его водификация М-251. У него уже взлетная мощность там предполагалось будет 400-3500. Ну, собственно, вот все, на что мы могли рассчитывать. Поэтому после дискуссии с МАПом были уточнены тактико-технические требования, ну, естественно, в сторону уменьшения. А именно, скорость полета у Земли 510 на высоте 570 километров в час. Дальность полета 1200. Ну, да. Пушечное вооружение 6 пушек калибра 23 миллиметра. Никаких крупных калибров, никаких подвижных пушечных установок. Бомбовая нагрузка 400 килограмм и 1000 килограмм в перегрузку. Ну, ракетное оружие, оно, в принципе, тем же самым. И одна пушка оборонительной калибры 20 миллиметров. Ну, в принципе, вот из чего, так сказать, мы могли исходить. Военные могли исходить. Исходя из этого, в марте, после утверждения плана опытного самолетостроения, в марте 47-го года вышло постановление, согласно которому Сергею Владимировичу Ильюшину, это КОБ-240, было поручено построить бронированный штурмовик с мотором М-45Ш. Следующими летными данными скоростью земли 500 километров, на высоте 560, дальность 1200 километров, бомбовая вооружение 400 тысячи, 6 ракетных орудий, 4 пушки калибы 23 миллиметра и 1 пушка для стрельбы назад. Самолет должен был пикировать в ламе 50 градусов, 60, отличный обзор летчику должен быть. Как мы видим, задание и что хотели летчики отличалось довольно заметно. Но это были те возможности нашего авиапрома, которые могли быть реализованы. Двухмоторный вариант так и не стали рассматривать? Нет. Тоже как-то стран вариант, вроде закончился уже. Двухмоторный вариант не рассматривался, хотя размещение крупнокалиберного вооружения, крупнокалиберных пушек, оно возможно только при центральном размещении. Но те моторы, которые у нас были опытные, они не предполагали размещение пушки, мотор пушки. Просто не предполагали, их не было, поэтому военные как бы настаивали на этом, что это необходимо, потому что это высокая точность, а у противника вообще-то танков-то не меньше, чем у нас. И чем их поражать? Поэтому калибр 45 и калибр 57. Высокое осколочное фугасное действие, в том числе бронепробивное действие. Итак, в марте 1942 года Ильюшин предъявил эскизный проект ВКН и ВВС. Это же 1948 год, да? Да, это 1948 год. То есть прошел год, предъявил эскизный проект, самолет был крайне необычным, и Ильюшин в своих воспоминаниях пишет, что все было подчинено обеспечить повышенную бровневую эффективность, а именно в первую очередь обеспечить очень хорошую обзор летчику. С этой целью компоновка самолета была следующей. Кабина летчика выдвигалась максимально вперед в самый нос фюзеляжа и размещалась над мотором. позади был один большой бензобак, который находился в бронекорпусе, за ним была кабина воздушного стрелка с верхней бронительной установкой. В фюзеляже располагались две пушки Ша-3 и под углом, они располагались под углом к направлению полета 22 градуса. То есть, предполагалось, что цель будет обстреливаться с горизонтального полета. И две пушки находились, располагались в крыле. Летные данные получались не выше самолета Ил-10, не выше. По дальности полета он, конечно, был выше, по обзору безусловно выше и лучше. А вот по боевой мощи, несмотря на то, что на нем было 4 пушки, военные оценили как ниже. Почему? Потому что вперед атака спикирования могла выполняться только стрельба из двух пушек. А две пушки расположены под углом, военные вообще сослели с анахронизмом и отмечали, что вообще такая установка малоэффективна, хотя ВКБ-240 утверждали, что этот самолет обладает повышенной бургой эффективностью, потому что он может поражать цели как спикирования, так и на выходе из спикирования. Но пушки-то не отклонялись и если посчитать линейную скорость самолета была и посмотреть темп стрельбы взять, посмотреть на каком расстоянии друг от друга будут падать снаряды на землю, говорить о какой-то эффективной стрельбе вообще. Более того, опыт применения таких установок в Первую мировую, но они там сплошняком применялись практически на каждом самолете, они там стояли внизу. Это был основной способ нанесения бомбо-штурмовых ударов, когда эти пехотные самолеты, или еще траншейные они называли, потому что они летели в дону траншей в коронатальном полете и поливали тех, кто там траншеи из пулеметов, батареи, пулеметов, вот они поливали. Но тогда же был сделан опыт Первой мировой войны и уже после военного периода было сделано о низкой эффективности таких установок. Почему, собственно говоря, Мужаровский Венивидов стал разобраться синхронно отклоняющиеся пулеметно-пушечные установки. Кроме того, военные раскритиковали размещение летчика над мотором. Это увеличивало мидель фюзеляжа в этот раз и боковую поверхность фюзеляжа. Увеличивало площадь поражения для огня зенитной артериели. И несмотря на то, что вес брони был увеличен почти до двух тонн, две тонны девять килограмм, что-то в таком духе было. Но уровень защищенности экипажа и частей самолета была, оценивалась не выше самолета М-10. В Украине и ВВС считали более рациональной компоновку самолета, когда кабинный экипаж располагается в носу, а двигатель располагается позади, вблизи центра тяжести, как на аэроковре. Надо сказать, у Ильюшина был такой проект МШ 1942 года, на Торум М-38. И считалось, что это более рациональная компоновка, которая позволяет обеспечить, уменьшить относительный вес брони в полетном весе самолета и улучшить летные данные, снизить вероятность поражения и так далее. Соответственно, эскизный проект самолета Ил-20 ГК НИИС отклонила. Между тем, к июле на заводе 240 Ильюшина был построен макет самолета Ил-20 без учета требований ВВС к эскизному проекту. Государственная макетная комиссия осмотрела макет, отметила, что требований ВВС замечаний по эскизному проекту ни одной не было устранено на макете и потребовало макет переделать с учетом всех требований. В частности, ведь вполне такое разумное эксплуатационное требование, как обслуживать двигатель-то. Ну да, хотел про это тоже сказать. Каким образом-то? Ведь под низом как он должен подлезть туда? Памы Лешин предложил, они потом сделали, что двигательная установка снималась, и можно было что-то делать. Но это легко облегчало работу, когда мы меняем двигатель. обслуживать. Но никогда обслуживаем. Кроме того, расположение летчика рядом с воздушным винтом предопределяло и повышенную опасность летчику при вынужденной посадке. Кроме того, в кабину нельзя было сесть при работающем двигателе. То есть, масса проблем было. Эксплуатационных на что обращали внимание. Покинуть самолет наверное было опасно, если что, при какой-то определенной Безусловно, конечно. Безусловно, да. Тем не менее, несмотря на все это, несмотря на все это, Ильюшин начал строить опытный экземпляр самолет. Упорный. Да, в сентябре, значит, как только это началось, в сентябре старший военпред завод 240, там полковник Григорьев, кажется, да, он обратился, стал задавать вопрос, стал обращаться в УКБ, на каком основании строится опытный экземпляр самолета, если, а, эскизный проект не утвержден, требования не учтены, макет отклонен, не утвержден, вы что строите-то? но никакого вразумительного ответа он не получал, поэтому он обратился по команде к своему руководству, главному инженеру ВВС, ВТК, авиационно-технический комитет, в главный штаб ВВС, естественно, там на том уровне уже генералы, там полковники начали задавать вопросы, обращаться к Ильюшину, обращаться в МАП, там, господа, что происходит-то? господа товарищи, что происходит, там, строится самолет, который ВВС заказала, но она заказала другой самолет, просили дать объяснение, но никаких разумительных ответов не получали, МАП отмалчивался, Ильюшин игнорировал всех, где-то в середине, ближе к концу октября, ой, нет, ближе к концу сентября, а именно в середине 27 сентября соответствующее письмо уже непосредственно министр традиционной промышленности написал главком Вершинин и начальник штаба, главного штаба, судец, он был начальником главного штаба и исполнял обязанности главком УВС. Два письма были официальные, где обращалось внимание министра Хроничева, что строятся самолеты Л-20, эскизный проект не утвержден, ВВС, он не соответствует требованиям ВВС, макет отклонен государственной макетной комиссии, тем не менее строится что-то строится, объясните, пожалуйста. Ответ последовал от Ильюшина только 1 октября 48-го года в два места Хроничева и, соответственно, Вершиниву. В этом письме, ну, там все письмо приводить не будем, но суть сводилась к следующему, что макетная комиссия ГК НИВС, специалисты ГК НИВС, они отклонили не сам самолет, а схему, которая предлагается к этому самолету, и которая обеспечивает повышенную боевую эффективность самолета, а все остальное это, ну, Нормально. Да, там ерунда, это все там сделаем, там главное вот сейчас внедрить самолет, и все будет хорошо. Ну, как обычно, по старой схеме. Да, ну, и главное в заключении он ставит в известность маршала Вершинина, что самолет построен, вообще говоря, и в октябре я его ввожу на заводские испытания. Да. Да. Против потолок. Понятно, да, что подобные вещи Ильюшин сделал самолетом в 10, далее самолет ИЛ-16. Ну, здесь можно приплюсовать сюда еще второй вариант ИЛ-8, когда он, так сказать, под маркой ИЛ-8 сделал новый самолет, да, сейчас уже там в третий, ну, в четвертый раз в принципе то же самое. Строится самолет, который ВВС как бы и заказали, но они заказали совсем другое. Это очень эффективная социалистическая сталинская система, я хочу сказать. Тем не менее, да, ВВС, я считаю, очень адекватно отреагировали. Было подготовлено официальное письмо, которое было отправлено, так сказать, в МАП и в Совет Министров, вот, в котором они потребовали от МАПа и Ильюшина, то есть МАП Хроничев и Ильюшин, потребовали полностью удовлетворить требованиям, тактико-техническим требованиям и постановлению Совета Министров от 11 марта 47-го года. Компромиссы найти не удалось, это все вылилось в конечном итоге на уровень Президиума Совета Министра и Комиссии по промышленным и военно-промышленным вопросам Совета Министров. Разборки были там уже, ну, там даже разборки-то, сначала были разборки на уровне министра обороны, потому что Хроничев, когда стала понятна позиция ВВС, он обратился уже к министру обороны, там, Василевский, кажется, было в это время, попросил его организовать встречу с ВВС с целью вот обсудить создавшееся положение и найти по выходу из него. То есть, что-то надо делать. Тем временем, заводские испытания Ил-11 начались в ноябре, 20 ноября начались, да, было выполнено семь полетов, были сняты основные летные данные, и они были приостановлены для доводки самолета и мотора. Но на самом деле, они были остановлены ввиду неясности ситуации с этим самолетом. Значит, на самолете были установлены четыре ограниченно подвижных пушки Ш-3 калибра 23 мм в крыле. Ограниченно подвижные это означает, что они имели два положения. Горизонтальные по полету для стрельбы с пикирования и под углом 22 градуса вниз для стрельбы горизонтального полета. Ну, четыре ракетных орудия калибра 132 мм и 400 кг бомб. нормальной бомбовой загрузки и 700 кг в перегрузку. Не 1800 кг. Не дотянули. Да. Ну, дальность полета у него была вполне приличная. Там 1180, там с чем-то, 5, что ли, километров. То есть, она была выше. Но по всем остальным летным данным, по всем остальным летным данным, самолет оказался не лучше, а сравним с Ил-10. вот в ходе разборок все-таки военные осмотрели самолет уже и сделали по нему, как и ожидалось, отрицательное заключение. Понятно. Дело-то в том, что при работающем моторе, как оказалось, из-за сильной вибрации и сильного шума пользоваться радиосвязью было вообще нельзя. И снимать показания приборов тоже было нельзя. вообще. Ну, и плюс, так сказать, все те недостатки, которые отмечались ранее в ВВС к специалистам и макетной комиссии. Соответственно, решением от 14 мая 49-го года Совета Министров работы по Ил-20 приостановили а самолет законсервировали. Одновременно в июле 49-го года постановлению Совета Министров Министерства авиационной промышленности было поручено разработать стандартные подвижные пушечные установки для применения их на самолетах штурмовиках. Параллельно работам по самолету М-20 в ОКБ Алексеева, ОКБ-21 Алексеева под мотор М-251 который на в декабре 47-го года на 50-часовых испытаниях развил мощность 3850 лошадиных сил был разработан эскизный проект штурмовика Ша-218 с этим мотором и 3-го марта и в марте 48-го года был предъявлен ВВС. самолет представлял собой по компоновке одномоторный самолет с толкающим винтом. Это позволило в носу фюзеляжа расположить кабину двухчленных экипажа летчика и воздушного стрелка. Имелись на хвостовых балках имелись две дистанционно управляемые оборонительные установки с пушками Б-20 сколько я помню. В носу имелась мощная пушечная батарея подвижная синхронно отклоняемая вниз. Там были шесть пушек калибра 23 мм. Две пушки соответственно БО в дистанционно управляемой установке ракетное орудие шесть штук было калибра 132 или 82 мм. И до полутора тысяч килограмм бомб. Летные данные проектные были у Земли 463 километра в час и 480 километров на высоте 3000 метров. Вполне были неплохие. Дальность полета достигала 1425 километров. В общем-то очень даже неплохая. Неплохие были летные данные. При этом обзор летчику достигал 27 градусов. И самолет был довольно достаточно сильно бронирован. И по уровню бронирования, несмотря на то, что у него было 1200 килограмм, он оценивался заметно выше, чем Л-10 и заметно выше, чем Л-20. Была более грамотно, так сказать, компоновка была более компактная, соответственно, и медаль был небольшой. И поэтому броня имела более высокую, большую толщину, но по площади было меньше. Поэтому при достаточно большом весе, там все-таки тонна 200, уровень защищенности был выше оценивался. То есть ША-218 при лучшей схеме, если констатировать, при лучшей схеме бронирования, соответственно, боевой живучести, ну и потенциально хороших эксплуатационных качеств. Я здесь имею в виду, что все-таки обслуживание и полеты с воздушным винтом, толкающим воздушным винтом всегда имеют некоторые особенности, как при взлете, так и при посадке, в меньшей степени, но при покидании самолета здесь есть проблемы. Ну, правда, к этому моменту уже решили эти проблемы, когда ладошные винты отстреливались, да, и предлагалась такая схема реализовать. Но, тем не менее, вот этот проект самолет ША-218 имел более сбалансированные показатели оперативности, скорости, радиус действия и боевой мощи, вес и состав боевой нагрузки. Соответственно, он имел повышенную боевую эффективность сравнения с СЛ-20, несмотря даже на несколько худшие летные данные, да. ВВС, ВВС включили в план заявку, да, проектирование и постройки этого самолета, и УКБ-21 уже начался строить, начали строить макет. Однако, в октябре 48-го года, 48-го года, УКБ-21 Алексеев был ликвидирован, а сам Алексеев поехал на завод номер 1, Кулбышев, главным конструктором, насколько я помню. Самолет, который в целом удовлетворял военных с поршневым двигателем, из плана заявки автоматически слетил. Здесь уместно сделать небольшое отступление и рассмотреть вопрос о вооружении самолета Л-20, как мы уже говорили ранее, там были установлены четыре пушки калибра 23 мм, Ша-3, конструкция УКБ-15 шпитального. В это время эти пушки еще были опытные, они на вооружении не были приняты, они проходили сравнительные полигонные испытания с пушкой НР-23, УКБ-16, конструкция Нубельмана. Одна из этих пушек предполагалась стать массовой и устанавливаться, ну, предполагалось выражать пушками калибра 23 мм новые истребители это Л-15, МиГ-15, Як-23, там, какой там из них будет поставлен в серийное производство, бомбардировщиков там Ту-4, Ту-14, Ил-28 и штурмовиков Ил-20, Ша-218. Эти две пушки сравнивались. И в период 47-48 года они проходили сравнительные испытания. Пушка НР-23 это развитие уже серийной пушки НР-23, она была принята на вооружение в 44-м году осенью. Схема автоматики, схема с приводом автоматики от короткого хода подвижного ствола при откате и накате с узлом ускорителя отката и наката затвора. Пушка имела малые габариты, длина ее была примерно 1,960 мм. Она имела небольшой вес 36 кг. Усилие отдачи 2600 кг. Здесь надо сказать, что по ТТТ это важно, требовалось, чтобы усилие отдачи было 1800 кг, не более. Но эти малые весы и относительно небольшое усилие отдачи 2600 позволяло применить эту пушку в подвижных пущенных установках. Важно отметить, что пушка проектировалась под штатный снаряд валового производства от пушки НС-23. Вес снаряда 200 г, начальная скорость примерно 700 метров в секунду и темп стрельбы у пушки было где-то в районе 670-789 выстрелов в минуты. Это то, что она показала на испытаниях. В зависимости от настрела. Пушка шпитального колеба 23 мм. Она имела оригинальную конструкцию. Это схема с приводом автоматики от энергии газов, отводимых из канала ствола. Шпитальный по этой схеме все сделал. Она также имела малые габариты. Длина у нее была даже меньше, чем у пушки НР-23. Там 1693 миллиметра. И даже была несколько легче. 34 килограмма. И главное, она имела усилие отдачи 1250 килограмм замеренной. Против 2600 у НР-23. Такой серьезной вещь. Это также позволяло применить эту пушку в подвижных пушечных установках. Однако снаряд Другой был. Потом взял снаряд от пушки НС-23, но уменьшенный на 40 грамм. То есть, он вес был 160 грамм. Соответственно, начальная скорость снаряда была повышена 750 метров в секунду. И главная пушка имела темп стрельбы 1000-1300 выстрелов в минуту. И это очень важный показатель. пушка Ш-3 имела переднее шептало. То есть, последний снаряд в очереди оставался в патроннике. В конце апреля 1948 года по итогам сравнительных испытаний пушек государственная комиссия рекомендовала и это отразило в докладе министру вооруженных сил маршалу Бурганину сосредоточить все усилия на отработке системы артовооружения для истребителей и бомбардировщиков и штурмовиков на пушке НР-23 на КБ-16 и, соответственно, продолжить работе по ней с цельной дальнейшей доводки и отладки ее до массовой серии. Решение было принято в пользу пушки НР-23. Что интересно, наиболее дальновидные работники МАПа, например, П.Я. Залески известные, так во многих документах фигурируют эта фамилия, они вышли с предложением одновременно с пушкой НР-23 дать задание заводу номер 25 по отработке установок и под пушку Ша-23. Ну, там, Ша-3-23, там разные именования были, но, надо сказать, Булганин эту инициативу отклонил, но решение по пушке НР-23 он утвердил. Это будет очень интересно, что дальше будет. Ну, как водится, да, Борису Гавриловичу Шпитальному, такое решение, такое решение ВВС и МАП и Министерство Вооружения Устинова не понравилось. Понятно, это, конечно. В своем стиле он написал очередную жалобу Сталину, в которой обвинял Министерство Вооруженных сил, главком ВВС маршала Вершинина, главного инженера ВВС генерала Маркова, начальника 4-го управления, это управление вооружения ГКН ВВС генерала Маргиревича, а также Министерство Вооружения министра Устинова. Молодец. Да, в зажиме пушки Ша-3. К этому он организовал там письмо ряда офицеров, специалистов по арт-вооружению из ДТК ВВС, это Авиационно-технический комитет ВВС. Там всего-то два или три специалиста подписали, непонятно, по каким причинам они написали это письмо, но письмо было, как факт. В ноябре 1948 года все это происходило, и вот на фоне 28 ноября 28, да, полетел Ил-20, я отмечу, что он полетел только, начались заводские испытания, а в ноябре до этого уже происходили вот эти все события, то есть на фоне отклонения эскизного проекта самолета Ил-20, макетной комиссии, отрицательное заключение макетной комиссии государственного по самолету Ил-20, постройка, постройка опытного экземпляра самолета Ил-20 на заводе номер 200 сход происходило на фоне пушечной драмы, назовем так, или пушечного скандала, как угодно. Значит, разбирался с этим сигналом маршал Горов, командующий ПВО страны, и одновременно он был главным инспектором вооруженных сил Советского Союза. Собственно говоря, ему и поручили разбираться, да. Ну, надо сказать, что борьба УКБ-15, УКБ-16 за большую серию соответственно и заводы проходила в обычном режиме и в обычном порядке. Ну, так же, как это было и в 40-м, и в 41-м году, когда на вооружение только-только ставили калибр 23 мм, и шпитальное противодействовало этому всеми силами, да, там, калибр 37 мм, это вот, мы уже этим обсуждали, да и в публикациях это было уже, у меня там довольно подробно освещено, и в 43-м, 44-м году, когда решался вопрос о запуске серийного производства пушки НС-23 или пушки шпитального, то есть, нового ничего, собственно говоря, не было, все проходило ровно так, как оно проходило. Вот, способы и методы были одни и те же, за исключением того, что общая обстановка и расстановка сил на поле боя, она вообще говоря изменилась к этому времени, причем заметно изменилась и существенно. Но Дельман, надо отдать ему должное, к этому времени очень сильно вырос вопрос политического продвижения нужных технических решений, он обзавелся полезными связями в госструктурах, прекрасно ориентировался в подводных течениях Министерства Венус, которые участвовали в принятии подготовки решений и принятии решений по вооружению. В то же время звезда Шпитального, она, надо сказать, близилась к закату, сторонников его рядах становилось все меньше и меньше, да и в глазах Сталина авторитет Шпитального был уже не тот, что был там в конце 30-х и начале 40-х годов. Собственно говоря, поэтому его позиции в подковерной борьбе заметно ослабли. В этот вопрос ввязался даже Ильюшин этот скандал, то есть там же происходили разборки, естественно, да, там запрашивали из ряда министерств, ведомств, там мнение о той пушке, об этой, там, и все это сконцентрировалось в комиссии, которую организовал Горов, и дальше проходило вот это обсуждение его, да, и принятие решения, а что же, собственно говоря, включить в итоговое заключение работы комиссии. Ильюшин направил туда, в ноябре направил в главную военную инспекцию положительный отзыв о боевых качествах пушки Ша-3 и ее эксплуатации на самолете Л-20. Но самолет к этому времени еще не летал, и в воздухе никаких стрельб не производилось. Другое дело, да, на земле стрельбы наверное вели с установки, с крылевой установки, которая была на самолете Л-20, да. Здесь непонятно, там, чего было больше в этом шаге Ильюшина, да, то ли такой был банальный прагматизм обычный, да, или желание помочь Ильюшину протолкнуть пушку Ша-3 на вооружении ВВС в знак благодарности за оказанную в сороковом году помощь по продвижению самолета БШ-2 на вооружении ВВС. Ну, потом он стал в два, да. Вот, надо сказать, что помимо Яковлева руку к этому делу предложил и шпитальный. Вероятно, Ильюшин все же надеялся на некоторые ресурсные возможности шпитального в высших эшелонах власти. Наверное, да. Но вот насколько это так, я не могу сказать, но факт есть факт. Письмо Ильюшину в эту комиссию есть. Причем это письмо, насколько я могу судить по документам по переписке, явилось прямой инициативы Ильюшина. И хочу сказать, что с таким же успехом Ильюшин мог поставить туда пушку НР-23 на свой самолет. Но он поставил пушку ША-3. Точно так же, как и в 1941 году, когда это известно, когда прошли полигонные испытания Ил-2 с пушками ША-37 и обсуждался и решался вопрос о постановке на вооружение ЛАГ-3 принятие там, да, и запуске серийное производство пушки ВЯ-23, чему очень сильно противодействовал Шпитальный, Ильюшин также написал письмо Сталину о высочайших возможностях пушки ША-37 на самолете Ил-2. Хотя он уже к этому времени имел результаты полигонных испытаний, из которых следовало, что эту пушку может использовать только летчик с высокой квалификацией, ввиду того, что даже на одноместном Ил-2, даже на одноместном Ил-2, ввиду излишней задней центровки самолета и небольшого запаса продольной устойчивости и несинхронности стрельбы пушек и их высокой отдачи пушки размещались под колом таких гандалов. Из-за больших моментов, которые они создавали, снаряды шли в разные стороны. Рассеивание было очень велико, поэтому обеспечить точную стрельбу мог только летчик с высочайшей квалификацией. А весь боекомплект прицельно израсходовать можно было только за порядка 7-8 заходах. В тех условиях боевого применения это было вообще просто нереально. Но тем не менее такое письмо было. И я расцениваю это письмо только как помощь шпитальному в продвижении своей пушки шаттерного вооружения ВВС. Здесь было либо мы истребители вооружаем ВВС, либо пушки шаттерного в конечном итоге было принято решение вооружать ЛАГ-3 танковые, ну и дальше пушки колеба 37 милет шпитальных. И ИЛ-2 в том числе. Ну это понятно, да, есть ЛАГ-3 Ша-37, который прошел полигонные испытания и войсковые испытания. И есть ИЛ-2 с такой же пушкой. Два самолета это не один. Весьма показательным является поведение маршала Бурганина, заявившего на разговоре полетов, когда там разбирались по поводу письма шпитального, что ему никто не доложил об истинном положении дел с разаботкой, он вообще ничего не знал, с пушкой Ша-3, он ничего не знал об этом. Хотя, как мы ему говорили, так сказать, выше, там ему предложили, давайте сделаем такой компромиссный вариант, и тому и тому, как говорится, все же знали, кто такой шпитальный, лишь бы только он что-нибудь не написал, но вот Бурганин потом от всего отказался. Да, с ним тушами. Ну, что делать, люди же разные. Политика дело тонкое. Да, 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 да. В конечном итоге 26 ноября состоялось заключение, итоговое заключение Государственной комиссии, которая разбирала эту жалобу, и решение было в пользу пушки НР-23. Здесь надо, да, было принято решение готовить пушку для похождения летных государственных испытаний, но Шпитальному дали возможность доработать пушку ША-3 и затем предъявить ее на госиспытание. Здесь надо отметить следующее, чего Шпитальный не написал в своем письме. Два момента. Первое, почему, собственно говоря, ВВС и Министерство вооружения были против пушки ША-3. Здесь не только они были против из-за того, что личность Шпитального она одиозная, на тот момент была, но и были под этим вполне веские и здравые основания. Дело в том, что, как мы уже сказали, пушка ША-3 проектировалась под облегченный патрон пушки МС-23. То есть, это не штатный патрон. Да. Производился он в мизерном количестве исключительно для отработки пушки ША-3. Пушка МС-23 отработана была под штатный патрон, который был весом 200 грамм, а этот весом 160 грамм. Об этом в письме Шпитального не было написано. Ничего. Немножко умолчал. Да. Собственно говоря, именно поэтому получил он такие высокие показатели начальной скорости снаряда и темп стрельбы такой высокий. Действительно был выдающийся показал. Если запускать серийное производство пушку ША-3, то необходимо организовывать если патрон, если гильза и навеска по выходу одна и та же, но снаряд надо пускать двое. Отсюда изменения технологий и так далее. То есть, это валовое производство необходимо было менять, что с государственной точки зрения было очень экономически нецелесомарно. Кроме того, пушка ША-3 имела переднее шептало, а НР-23 имела заднее шептало. Это означает, что последний снаряд в очереди, которая заканчивается, стрельба заканчивается и последний снаряд находится в патроннике ствола. При длинной очереди стволы патронник ствола нагревается и возможен подрыв снаряда в канале ствола. Собственно говоря, в ходе сравнительных полигонных испытаний это и произошло. При длительной, при очереди в 100-150 патрон на пушке шпитального произошли подрывы разрыва снаряда. Тем не менее, решение состоялось такое половинчатое. Ориентир был на пушку НР-23, которую в конце концов и поставили населинные производства. Производили. Да, и долго изготавливали. Но это половинчатое решение позволило шпитальному получить необходимое финансирование и к начале 51-го года значительно переработать конструкцию пушки уже под штатный патрон и устранить многие ее дефекты и недостатки, в том числе и подрыв боеприпасов патронники. Безусловно, что все эти события наложили определенный отпечаток и на отношения ВВС, ГКНИ ВВС, Министерство вооружения Устинова, к самолету Ил-20, МАП, ну, МАП тоже здесь участвует, и лично в общем-то к Ильюшину. Но его никто не просил писать это письмо, он, так сказать, тем не менее, он его написал. Понятно, что ну, это вот не могу сказать, что между ними пробежала черная кошка, но тем не менее отношения у них были далеки от безоблачных. Надо отдать должное военным. Ильюшину в это время отработал бомбардировщик фронтового противника Ил-28, он стал в серийное производство, и военные к нему очень хорошо отняли, потому что действительно очень хороший самолет. Самый массовый реактивный бомбардировщик в мире. Да, совершенно правильно. И нельзя сказать, что военные предвзято отнеслись к этому самолету. То есть, здесь можно сказать одно только, безусловно, можно сказать, что военные относились взвешенно, вне зависимости от каких-то личных отношений к конструктору, еще к кому-то и так далее. если образец военной техники стоящий и его необходимо внедрять, они предпринимали все усилия для того, чтобы это было выполнено. Ил-28 как раз яркий пример. Некоторые исследователи говорят о том, что из-за личных каких-то предвзятых отношений Ильюшин в дальнейшем ушел из военной авиации и занялся только транспортной и пассажирской авиацией. На самом деле оснований для этого нет абсолютно никаких. Мы дальше я об этом обязательно скажу, когда мы будем говорить о самолете Ил-40, что Ильюшин очень дальновидный руководитель и прозорливый конструктор. Вовремя все понял тенденции и направление куда что идет. Значит, в конечном итоге пущенная драма, о которой мы с вами сейчас сказали, она закончилась пользу МФ-23. Именно ее стали внедрять в массовую производство и устанавливать на боевых самолетах.